Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале про движение. Сегодня покажу вам несколько способов как можно сэкономить заряд батареи, если быстро садится ваш телефон или планшет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поехали! Друзья, маленькая рекламка. Хочу порекомендовать вам сайт, который называется InstaHelp. Это необычный способ по накрутке в ваших социальных сетях. Вращайте рулетки и раскручивайте ваш аккаунт. Ссылка на сайт будет в закрепленном комментарии. Переходите и накручивайте. Для того, чтобы у нас на телефоне дольше держала батарея, нам нужно воспользоваться несколькими способами и проверить их. Давайте начнем. Первое, что нужно сделать, чтобы дольше держала батарея телефона, это наш интернет. Лучше, друзья, пользуйтесь Wi-Fi, чем вашим мобильным интернетом, потому что мобильный интернет кушает намного больше батарей, чем Wi-Fi. Поэтому, если вы сидите дома или еще где-то, и у вас есть возможность пользоваться, например, и Wi-Fi, и 3G, там 4G, то лучше всего пользуйтесь Wi-Fi, потому что, друзья, вы поняли, да, что Wi-Fi, он кушает намного меньше батарей, чем ваши какие-то мобильные интернеты. Ну и переходим ко второму способу. Это, друзья, просто выходим, заходим на главную страничку нашего телефона, и если, друзья, пролистнуть вбок, то можно заметить, что у меня на телефоне 4 странички. То есть, 4 открытых странички. Бывает, друзья, у кого-то 5, 6, бывает у кого-то 10, да, бывают какие-то приложения, которые мы не хотим, чтобы они были на главной страничке, и мы их убираем в самый конец, куда-то непонятно, да, или от кого-то прячем. Но, друзья, если у вас телефон очень быстро садится, то в этом и есть минус. То есть, если у вас вот таких вот очень много шторок, много страничек, вот, например, как у меня, да, например, на этой страничке у меня много всего, а на этой, например, там 2 приложения, на другой, например, тоже 2, то вы представьте, друзья, сколько идет потребление энергии просто на вот эти вот странички. Чем больше у вас страничек, тем быстрее у вас будет садиться телефон. Поэтому, если у вас есть такая возможность, я думаю, что она у всех есть, просто попытайте все перетянуть на одну страничку. И, например, это можно спрятать вот так вот, взять, пооткрывать несколько папочек и, например, вот эти вот странички почистить, да, например, смотрите, у меня сейчас 4 странички, я беру, просто убираю игры, просто могу на какую-то там куда-то закинуть, да, вот сюда вот на рабочий стол, на первую страничку и, например, делаю из 4 или из 5 страничек всего лишь 2, а лучше всего делать одну, то есть беру, убираю и так, друзья, у нас будет меньше телефон садится. Еще один способ по улучшению батарейки на нашем телефоне, это нужно выйти, зайти в настройки, дальше я воспользуюсь поисковым запросом, пишу приложение, вы заходите в свои настройки, находите приложение, ваше вообще приложение, где, вот видите, заходите все приложения и здесь у нас появляются все приложения, которые установлены на нашем телефоне. Это приложения, игры, различные социальные сети и так далее, то есть, друзья, заходите в настройки, приложение и давайте, например, попробуем здесь что-то почистить, то есть не почистить, я вам покажу, как можно сохранить заряд батарейки вот этих вот приложениях. Смотрите, друзья, например, когда вы скачиваете какую-то игру или же приложение, то, например, вот я недавно скачал Asphalt 8 и когда я захожу в него, мне сразу предлагают там, нужно разрешить, то есть нажать разрешить, место положения разрешить, там микрофон разрешить, да, и мы соглашаемся, почему? Потому что мы, например, хотим быстрее загрузить это приложение, да, быстрее хотим им пользоваться или играть в какую-то игру, но мы даже не обращаем внимания на то, куда мы клацаем, то есть мы видим, быстренько читаем, да, что там написано, например, согласиться, согласиться или же не согласиться. Мы можем нажать не согласиться, но как бы на автомате мы нажимаем согласиться, принимаем все, что там говорится и продолжаем играть, а потом мы думаем, почему так быстро разрешаются телефоны, если там какая-то игра даже немного кушает. Возьмем, к примеру, вот эту вот игру Asphalt 8. То есть я ее недавно скачал, и если, например, зайти вот в Asphalt 8, да, приложение и нажать уведомление, то можно заметить, что у меня поставлены галочки «Показывать уведомление». То есть, например, если мне на этой игре вообще не нужны ни уведомления, то есть я ее скачал просто для того, чтобы там заняться в свободное время, да, то зачем мне нужны уведомления? Уведомления будут мне приходить о том, что там вышло какое-то новое обновление, вышла там машинка новая и так далее. То есть оно мне вообще не нужно, оно мне просто нужно для того, чтобы убить свое время. Поэтому зачем мне эти уведомления? Я их просто отключаю, а если, друзья, они у вас будут включены, то вы представьте, вы, например, куда-то ушли, оставили телефон в фоновом режиме, да, он у вас лежит, и вы, например, там на полчаса, на час ушли, и вам приходят различные уведомления. То есть там зайдите в игру, получите подарок, там заберите бонус. У вас телефон каждый раз включается, моргает, сверкает, и потом, когда вы приходите, было, например, 50, вы приходите через час, смотрите, уже стало 40%. Вы думаете, почему? А вот из-за этого, друзья, и получается. Потому что у нас включены уведомления, и вот эти вот все непонятные игрушки, непонятные приложения, которым мы даем доступ, они нам различные вот такие вот приколы выставляют, и потом у нас получается мало батареи, и из-за этого мы очень сильно нервничаем. Но это, например, с игрой Asphalt 8. Если, например, выйти, то можно зайти в Chrome, да, и здесь также в Chrome уведомления. То есть, зачем в Chrome мне уведомления? То есть, я захожу туда для того, чтобы посмотреть фильм, найти какую-то информацию, да, зачем мне уведомления? Поэтому мы просто заходим и отключаем. Вот эти вот все различные приложения, друзья, как вы знаете, очень много кушают батареи. Поэтому мы заходим, например, в Facebook, да, если я им не пользуюсь, то есть, оно у меня скачано, но я туда очень редко захожу, то зачем мне уведомления? Да, там, например, бывает, приходит, вы знаете такого-то человека, вы знакомы с ним и так далее. То есть, например, оно мне не нужно, я выхожу и отключаю. Еще, друзья, хочу показать вам одну настройку, которая также кушает очень много батарей на нашем телефоне. Это точно так же заходим в настройки, дальше открываем приложение, все приложения. И давайте, например, на какой-то социальной сети я вам покажу, как это все работает и как это можно отключить, чтобы меньше было, то есть, съедало меньше батареи. Заходим, например, в приложение, открываем Instagram. Я вам просто пример привожу. У вас там может быть, например, Instagram, Facebook, там, TikTok, без разницы, любая социальная сеть. Заходим и приложение. И здесь написано разрешение приложения, то есть, доступ дается приложением. Заходим сюда. И здесь написано разрешено, то есть, как я вам уже сказал, дается доступ к камере, контактам, местоположения, микрофону, телефону, хранилищу и так далее. То есть, друзья, например, вопрос, да, зачем Instagram знать мои контакты? То есть, они не зачем. Поэтому мы просто заходим и нажимаем запретить. Зачем Instagram иметь доступ к моему личному телефону? То есть, к моим контактам, да? То есть, вообще, зачем это нужно, друзья? Зачем камере, да? Но бывает, камера нужна. Мы там заходим, кому-то отправляем фотографию или еще что-то, да? Но если мы также, друзья, например, им очень редко пользуемся или еще что-то, то мы заходим и запрещаем. Почему? Потому что, вот видите, здесь написано Instagram, камера, доступ для этого приложения. То есть, мы соглашаемся на доступ к этому приложению. Да, может быть, Instagram там еще, ладно, камера нужна. Но если выйти, например, в настроечки и, например, что-то поискать другое. Например, там Google Play Market и нажать разрешение приложения. Вот, например, телефон, да? Зачем Google Play Market? Наш телефон, он не нужен, друзья. А это все равно кушает очень много батареи. Из-за этого у нас садится телефон. Зачем, например, Google Play Market? Наши сообщения. То есть, они могут в любое время зайти, почитать, с кем мы переписываемся, что мы переписываем. А потом просто выдавать нам какую-то рекламу по нашему запросу. Поэтому мы заходим, нажимаем запретить. Все равно запретить. Ну, то есть, выбирайте какие-то приложения. Бывают какие-то нужные приложения, да? Вот, например, там почта Gmail. Недавно я заходил. И вот видите, разрешение приложений. Зачем Gmail, календарь или контакты? Они не зачем. Поэтому заходим, нажимаем все равно запретить. Также нажимаем календарь и нажимаем запретить. Например, почту я очень редко пользуюсь. Поэтому мне они не нужны. Я просто захожу и запрещаю вот эти вот все непонятные штуковины Ну и последнее, друзья, на сегодня Это лучше всего пользуйтесь темной темой на телефоне То есть если у вас есть такая функция Вот как у меня темный режим Заходим и, друзья, если мы, например, сейчас зайдем в настройки То у меня сразу, видите, все превращается в темный режим Это очень круто Потому что когда у нас, например, телефон на белом режиме То очень быстро садится батарейка Потому что идет такая яркость большая Ну как бы очень много потребления энергии А если у нас черная, то это намного круто Поэтому если есть такая возможность Пытайтесь даже днем пользоваться вот этой вот темной темой Ну что ж, дорогие друзья Если вам понравилось сегодняшнее видео И я вам хоть немножко помог И у вас получилось сохранить заряд батареи по моим советам Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал На моем канале очень много крутых и различных видосиков Вообще на различную тему На батарейку, на накрутку Например, какие-то приколюшки я показывал с инстаграмом Там плей маркеты Какие-то, вот видите, там за тобой следят разработчики Зависает телефон То есть очень много различных видосов Друзья, если вам интересно, обязательно подписывайтесь Ставьте лайк Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok